Здравствуйте, уважаемые семиклассники! Мы продолжаем изучать историю России. 19-е видеозанятие по теме «Астраханское ханство и его отношения с Москвой». Так получилось, что практически все наследие Золотой Орды мало-помалу переходило во владение Московского царства, то есть во владение Руси. Астраханское ханство возникло в 15-м столетии в ходе распада Золотой Орды, как Нижневолгский улуж хана Махмуда, года его жизни 1459-1476, но это годы правления. Его старший брат Ахмад правил Большой Ордой. После неудачного для Орды стояния на Угре в 1480 году Ахмад был убит сибирским ханом Иваком. В 1481 году Улус Махмуда превратился в независимое Астраханское ханство со столицей в Хаджи-Тархане. Город стоял на правом берегу Волги в 12 километрах примерно от современной Астрахани. Хаджи-Тархан как город известен с конца 13 века. Первоначально этот город назывался Астрахан, а в русских летописях он назывался Аз-То-Ро-Кон. Аз-То-Ро-Кань. Предполагают, что название возникло потому, что в этой местности жили Асы или Ясы, потомки народа скифо-сарманского происхождения. Баты дал им грамоту Тархан, узаконившую их жительство на завоеванных монголами землях. Асы и построили город. С 1395 года в ходе войны с ханом Золотой Орды Тахтамышем правительство Марканда Тамерлан сжег Астрахан дотла. Астрахан сжег дотла в 1966 году при раскопках района Астрахана, где когда-то обитали бедняки, был найден клад в 208 монет. Но все же Астраханское ханство не отличалось такой большой силой, в том числе и военной силой. Ханы могли иметь под рукой, то есть в своем распоряжении, не более трех-четырех тысяч воинов. Значимость Астраханского ханства была в активной международной торговле, которую вели местные и заезжие купцы. И крымские, и казанские, и бухарские, и персидские, и русские, и еврейские, и армянские, турецкие, и венецианские и так далее. Так, автор одного из западноевропейских описаний Москвы времен Ивана III Конторини побывал в 1473 году в Хаджи Тархане. Он так описывал этот город. Город, окруженный низкой стеной, небольшой, но с обильным торгом. В Москву отсюда везли восточные драгоценности, драгоценности шелк, хлопковые и шерстяные ткани, вяленые фрукты, сахар, мыло и некоторые другие товары. Значительную часть земель Астраханского ханства составляли бесплодные солончаковые степи. Поэтому население ханства было очень незначительным. То есть невелико. Где-то примерно 20, ну от силы может примерно 30 тысяч человек. И жило это население в дельте Волги. Астрахань, как и Казань, испытывали сильнейшее военно-политическое влияние со стороны двух соседних стран. Крымского ханства и России. В середине 16-го столетия на престоле Хаджи Тархана чередовались хан Ямгурчи, сторонник Крыма, и дервиш Али, ставленник Москвы. В конце концов победила Москва. То есть Астраханское ханство было приобретением Москвы в значительной степени практически бескровно. С помощью дипломатии, с помощью мягкой силы, как сказали бы сейчас. Так, задание на дом. Первый вопрос. Каково значение Астраханского ханства в плане его силы? Силы населения, силы внутреннего лавового продукта, силу территории и силу военную. То есть военная сила. Второй вопрос. Каково значение для Астраханского ханства имела торговля? Третий вопрос. Что вывозили из Астраханского ханства русские купцы? Спасибо за внимание. На следующем занятии в видео уроке 20 мы с вами изучим тему присоединения Поволжья и значения его для России. 20-й видео урок. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok